Привет, меня зовут Юропак, это кей-поп шоу на канале MTV Россия, и сегодня мы поговорим о крутых кей-поп клипах. Итак, знакомьтесь, гости сегодняшнего выпуска, Евгений Ершов, контент-мейкер, певец и просто классный человек. И Артемий Ортус, режиссер музыкальных клипов и реклам. Я вас, товарищи, позвал не просто так, а как людей, которые занимаются контент-мейкингом, съемкой видеоклипов. Вы слышали что-нибудь о кей-поп раньше? Слушай, нет, я сейчас не буду врать. Вообще о том, что есть такое понятие? В целом, да, культура, которая является неотъемлемой частью корейской медийности, в целом. Типа BTS, да, 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 я знаю. Вот, постепенно по нему и приходит. Сейчас я хочу показать вам парочку клипов, чтобы вы поняли, что это такое. Да, давай. Итак, смотрим первый клип на сегодня. Артемий, скажи, пожалуйста, Ты понял, отсылка к какому фильму, возможно? Черный лебедь. Ну, в целом, я не знаю сам смысл песни, но тут типа про какое-то такое условное лимбо, наверное. Такие просто образы, типа пространство пустое, сам человек большое, какое-то апру-одиночество в этом, не знаю, в вакууме, пространстве. То есть там есть тоже прикольная как бы отсылка, что есть тень, которая танцует, внутреннее может быть как-то такое состояние. Да, 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 да. А как ты считаешь, вот в клипе смысл видео должен переполняться? Переполняться? Да, либо он будет отвлекать от музыки. Да не, 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 мне кажется вообще, ну, типа смысл песни и видеоряд вообще могут не совпадать, и этот контраст будет классно работать. То есть само сочетание вот этих гиперболизаций, там, метафор, оно может быть типа супер, там, гипертрофировано, а может, там, типа, супер на таких вот... Тонких нотках. Тонких нотках. Для меня вот когда тонкие нотки, ну, я называю так, типа режиссер флексит. То есть, типа, он как будто бы хочет что-то сказать, но не говорит, а так намекает, типа, вот какую-то тему забрасывает. Сделает это технично, не пообычно. Ну, тонко, да, но как бы такой, типа, закинул, а вы там разбирайте, что я имел в виду. В целом, такой подход всегда работал, но не знаю, кому как. Слушай, тут еще сама музыка, ты знаешь, мы слушаем американские песни, многие слушают, не понимая слов, но это самое дает... Чистой вайп. Чистой вайп ловишь, и ты сам свой смысл можешь куда-то закладывать. То есть, ты смотришь на артистов, каждый представляет, может представить себе, о чем они поют. То есть, ты, главное, что ты ловишь вайп, а слова не важны. Типа, мы любим артистов не за, не за то, как они поют, больше, счастья, за их визуал. Все равно. Ну, да, тут изол, они выделяются очень сильно. Тогда смотрим заключительный клип. Слушай, раньше как будто более заощрялись даже, я скажу. Больше заморачиваюсь. Ну, просто типа контента меньше было, и в него надо было вкладывать, чтобы он был уникальный. Чтобы показать, да, каждый раз уникальный. А сейчас настолько его много, что обесценивается сам подход. Тик-ток берем, одну кнопку нажали, все, типа, и сняли контент. А здесь и тик-ток, и переходы. Тогда миллион просмотров, прикинь, в то время, что это было сейчас, получить миллионы. Даже тогда уже у этого клипа было около 20, может, 30 миллионов. Всего, прикинь, всего. Так все-таки, в чем же магия кей-поп клипа? Почему они набирают столько просмотров? Может, какие-то фишки, которые есть только в кей-попе? Ну, прям фишек нет. Мне кажется, тут совокупность просто. Образы, сами по себе люди. Все необычные. Трудная эта формула, да? То есть, это такая формула, ее не вычислить, и не надо ее вычислить. Зачем ее вычислять? Со стороны аудитории, скажу, они все очень милые, добрые. Естественно, они внимание привлекают добрые мальчики, добрые девочки, и все это есть в этих клипах. Мне в целом кажется, что в последние 3-4 года вообще азиатская культура, взять от аниме до манги, до всего, что связано с такой гиперболизацией персонажей, она просто максимально становится людям интересной, потому что там находят визуальные решения. То есть, романтизация жизни? Романтизация жизни, и в целом, мне кажется, просто сама культура, все, что связано с Азией, привлекает сейчас внимание, потому что там есть такой неотъемливый, очень крутой кладезь для визуальных каких-то образов подачи человека, себя. В целом, Азия идет впереди немного по представлению себя, и свободе открытия, и по переосознанию своих внешних или каких-то других качеств. Переходим к практике. Предлагаю немножко поиграть. Я приготовил немного красивых картинок для вас. На самом деле, это скриншоты из кей-поп-клипов. На картинках замазан один предмет, и нужно будет попробовать интуитивно угадать, что же это за предмет за блюдь. Маленький, знаешь, театральный бинокль. Он красит глаза. Или он красит глаза. Давайте, вариант ответа. Он красит глаза. Соглашусь тоже, да. Или же он показывает вот так. Смотрим ответ. Это был бинокль. Блин, повелся я на тебя. Глаза накрашены. Глаза накрашены. Смотрим следующее изображение. Так. Я думаю, это будет попроще. Это, кстати, тоже группа BTS. Перед вами Рэп Монстр. Это зеркало. Или же вариант, ну, наверное, постер какой-то. Да, постер. Их же постер. Смотри, это может быть просто визуальный переход. То есть там может быть портрет его кого-то из группы, и мы там влетаем в него, и дальше показываем следующего артиста. Это голова оленя. Но, может быть, и чей-то портрет, я не знаю. И смотрим следующую картинку. Интересно, что же там? Что же там интересно? Интересно. Стена? Нет. Так, ну, если в предыдущем был музей, то, скорее всего, там, наверное, бюст или статуя чья-то, да? Куда он может смотреть в замкнутом помещении в бинокль? Статуя? Там красивая обнаженная девушка, которая стоит в виде статуи, и это, ну, типа, живой человек. Статуя? Да, это правильный ответ. И эта статуя, наверное, какая-то древнегреческая, древнеримская. Смотрим последнюю картину. Угу. Там собака. А кто там еще может? У него поводок в руке, а сколько я вижу. Да, это же поводок. Ну, может, чемодан, может, он собрался куда-то. Нет, это либо сумка, либо... Нет, это собака. Это... Или сумка. Какая-нибудь пудель. А, нет, не пудель, маленькая. Ну, допустим. Есть маленькие декоративные пудели. Хорошо, давайте, давайте посмотрим оригинал фотографии. И действительно, эта собака вас не проведет. Натренировались к концу? Ну, да, да. Тут уже работает ассоциация. Я понял, это было слишком легко. Идем дальше. Ну, а прежде чем мы пойдем дальше, нужно подкрепиться. Подкрепиться знаниями о корейской кухне. Не только же о клипах разговаривать. Это наш повар Екатерина, с которой вы уже знакомы. Екатерина, что же мы будем сейчас готовить? Мы будем готовить аджиносандет. Кальмара, фаршированного овощами. Ну, овощами, грибами, тофу, все, что нам понравится. Все, что лежит на тарелке. Вариантов начинок очень много. Давайте, наверное, потихонечку... Отлично. С чего начнем? Все нарезать. Можно нарезать шитаки, а я займусь шампиньонами. Дело в том, что морепродукты готовятся быстро, тем более в пароварке. Поэтому самое главное требование к овощам, они должны довольно быстро готовиться. Да, чуть не забыла. Кальмар, вот он у нас аккуратненький, почищенный. Его надо изнутри натереть мукой. Начинка лучше закрепится на нем. Можно взять морковки. Корейская морковка? Нет, я думаю, что это московская морковка. Лук тоже нам пригодится. Так, половину грибов я уже нарезаю. Еще начинку мы должны стараться сделать красивой, разноцветной. Перец болгарский, морковка, лук зеленый. То есть чем больше цветов, тем оно все, в принципе, симпатичнее смотрится. Брокколи тоже, да, надо? Да, только вот брокколи надо разобрать на такие мелкие-мелкие соцветия. Никогда не понимал, почему дети отказываются от брокколи, потому что это мало того, что полезно, так еще и очень вкусно. Тофу возьмем, опять же. Так, начинки у нас уже, смотрю, больше, чем кальмаров. Так, несмотря на то, что кальмар при варке сокращается в объемах, начинять его нужно достаточно плотно. А он не взорвется, пока будем его выпаривать? Ну, мы же его не будем зашивать хирургическим швом. Мы просто сколим его зубочисткой. Итак, что дальше делать? Сюда все. Сейчас мы аккуратно все перемешаем. Итак, что же мы делаем дальше? Так, ну, начинка. Надо ее, конечно же, посолить. А нужен какой-то соус кто-то добавить? Да, мы добавим чуть-чуть соевого соуса, то есть нам не нужно... Ну, так как мы соли уже добавили, поэтому чуть-чуть добавим. Да, да. Но соль и соевый соус друг друга не заменяют. Мы это только раз не знаем. О, теперь да. Да. Итак. Рыбный соус. Ух, сейчас будет опасно. Аккуратно. Он просто чуть-чуть усилит морской вкус кальмара. Сейчас нам еще понадобится перец. А вот перца можно достаточно? Можно, можно. Прямо, прям, да давайте все прям сыпать. И яйцо, ну, чтобы закрепить начинку. Кужутное масло. Все-таки кужутное масло. Конечно. Мы его не торопимся. Наполняем. Ну, да, но аккуратно, потому что может рвануть. Совсем до конца наполнять не нужно, потому что потом... Нет, чтобы было место, пространство. Потом очень неудобно будет его закреплять. Ну вот, что у нас есть. Пароварка готова. Можно выкладывать уже, да, получается? Да, конечно, в идеале под них бы что-нибудь постелить, типа листиков капусты. А давайте сделаем вот так красиво постелить на лук. О, кстати, отличная идея. Несколько раз просто разорвите его, сделайте такую решетку. Раскладываем наших товарищей. Я думаю, минут 15 им хватит. Ну вот, смотрите, он уже такой беленький, хороший. Сирь благородный. Да. Так что, я думаю, можно вынимать. Опа. О, как идеально. И не вываливается. Итак, давайте уже попробуем. Я возьму какой-нибудь небольшой кусочек. Ммм. Ммм, боже, очень вкусно, очень вкусно, очень вкусно. Я хочу вам сказать большое спасибо за то, что вы мне научили прекрасному рецепту, который надо будет попробовать дома. Ну, это же совсем просто. Да, купить кальмары, продукты, позвать Екатерину домой, чтобы она сделала мне и моей семье кальмары. Спасибо вам большое. Давайте быстро. Знаете, что такое липсинг? Представить, как будто вы находитесь сейчас либо в этом клипе, либо на сцене. Мне интересно, что из этого получится. Заранее скажу, одному из вас будет веселее. Веселее, давайте, давайте, начинайте. Я в левых потренируюсь. Оба этих клипа было сегодня. Первый липсинг будет от Жени. Это группа BTS, песня Black Swan. Смотрим 30 секунд, а потом повторяем. Можешь что-то повторить примерно под музыку, под вайп. Представь, что ты восьмой участник BTS. Ничем хорошим не пахнет. Итак, давай, просто 30 секунд твоей жизни, которую ты никогда не забудешь. Поехали. Чувствуй тело. Просто открывай рот. Про любовь. Да, 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 да. У тебя даже одежда черно-белая. Просто речь. Речь, речь, речь. Это вот так вот происходит съемка. Прыжки, прыжки, прыжки. Это балет. Это черный лебедь. Тени, да, просто двигайся. Давай, я твоя тень, я твоя тень. Чувак, знаешь? О, похудевший тень. Похудевший тень. Азиатка. Азиатка. Готов? Ну, давайте я посмотрю, да. Так, мне надо представить, что я юная корейская девушка, да? Это вы тащите там попу. О, вот это вы делаете. Это мы отыграем, да. 30 секунд тащите меня по кругу. Сразу провал. А, у меня нету волос, я лысый. Я не смогу взаимодействовать красиво с волосами. Мы нарисуем. Вообще все идеально. Ну, давайте. Так, мне надо сделать томное лицо. Все, давай, все, я вхожу. Все, мы поехали. А, прямо на стойке? Включаем. Все, подожди, подожди. Просто сначала медленно уносим. Все, подожди. И толкаем. Мед, мед. Давай, рядом декорации. Не забывай петь. Это липсик. У тебя парней дайте, блин. Я же не девчонка. Я тут, я тут, я тут. Давай, давай. Тут я вышел. Все, смотри, как красиво я иду. Я кукол в супермаркете. Липсик, 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 липсик. Просто вкусняй на липсик. Ой, это, это вот пошел уже вот. Окей, объявляю о том, что Евгения и Артемия проиграли в битве с кей-попом. А он еще не сказал. И теперь они официально рабы. Рабы кей-попа. Обязуются смотреть один раз хотя бы в неделю клип кей-поп. Один раз в неделю, чисто да. Ну, как приходишь в участок отметиться. Ты звони. Да. Как, знаешь, проверка. Типа, если не просмотрено, то штрафы дать. Конечно, получился такой веселый беспредел, который мы устроили. Точнее, это вы устроили. Я всего лишь этот беспредел вел и смотрел. Спасибо большое ребятам, что они пришли. Давайте покажем, наконец-то, сердечки. А, я первый. А, я подхватил. Привет, ТВ России. Меня зовут Флорида. Я живу в Сеуле, веду хоп о Южной Корее. А еще я просто обожаю Юпун. И сегодня я покажу вам самые известные кип-поп места в Сеуле. И первую локацию, когда мы с вами пойдем, называют Локер Стар Авиню. Здесь есть хлебки, такие популярные группы, как BTS и EXO. Ну что, попробуем вызвать Чонгуков. Много рекламы с BTS. Здесь также есть вот такое вот зеркало, и можно сделать фото со своими ручками в отражении. Вот, смотрите, EXO. Давайте это будем в хай. Можно выбрать фото из BTS. Допустим, V. И вот, и появляется вид. И это среди не занимает особое место в сердцах BTS. В основном, это среди. Самого хода у нас получает множество фотографий от BTS. Вот так вот выглядит меню этого ресторана. И самое популярное блюдо – это Юджон Санпап. Мы получили наше основное блюдо Санпап. И по нему бесплатно идет рис, закуски и вот такой вот супчик. Для того, чтобы съесть Санпап, нам нужен листик, мясо, рисик, пастик. Владельница кафе подарила мне вот такую карточку. Перед этим она спросила, кто мой бис? Я сказала, что Чимин. И теперь у меня есть вот такая вот карточка. Мне дали еще тостик на день рождения Чимина. Чимин с днем рождения, правда, с прошедшим. Специально от MTV Russia я подготовила вот такую вот открыточку для BTS. На этом все. А пока собирайте чемоданчики. Здесь еще столько всего крышесностного. Я обязательно об этом вам расскажу и покажу. В следующем выпуске. Ну а теперь настоящий сюрприз для вас, настоящие поклонники кей-попа. Я ждал этого момента весь выпуск. Трепещите, у меня в студии человек, который принимал непосредственное участие в съемках клипа для кей-поп-группы. Это Марта Аркенова. Здравствуйте. Привет. Ты принимала непосредственное участие в продакшене клипа для кей-поп-группы. Расскажи, пожалуйста, как это было? Может, есть фотографии? Ну, на самом деле, получилось все суперстранно, потому что один оператор, с которым я последний раз виделась лет 10 назад, почему-то решил посоветовать именно меня. В принципе, меня многие спрашивают, как прошло путешествие в Корею, но на самом деле этот клип снимался в пяти странах, но не в Корее. И получается, что вот они отснялись в четырех разных странах, и последний такая-то кадр съемок у них была в России. Я думаю, все зрители, у них вопрос. Так все-таки, что за группа? А, группа On-Off. On-Off. Да. Фишка была в том, что они искали именно какую-нибудь необычную натуру, потому что обычно же кей-поп-то что такое? Это в первую очередь какие-то классные декорации, их всегда очень много. И в этот раз у них был основной акцент именно на какой-то необычной натуре, на том, чего нет в Корее. И что входило в твои обязанности? Что в итоге ты им преподнесла? Это было, например, здание, которое входит в список ЮНЕСКО, оно храняется, это бывшая какая-то больница с арками, с лепниной. То есть это то, что для них супернеобычная какая-то эстетика была. То есть были какие-то, наоборот, потаенные такие локации. В съемочной команде должна быть налажена коммуникация. Скажи, пожалуйста, были только русские, были только корейцы? Там была огромная корейская съемочная группа. А, корейская съемочная группа. Их художественный департамент был из России как раз. Слушай, я жду такого времени, когда корейцы будут снимать клипы, и такие, надо обязательно к русским обратиться. А русские свое дело знают. И, наконец-то, это будет в контексте съемочной площадки, общей съемок, клипмейкинга. Я знаю, что у тебя есть фотографии. Да. Возможно, какие-то интересные кадры со съемок. Ну, что-то есть, да. Ты покажешь? Ну, конечно. Это как раз какой-то цех, в котором как раз была художественная постановка, то есть не просто была локация. Ну, слушай, выглядит дорого-богато. Ну, выглядит дорого-богато, но мы и набили его руку. Так, а в этой капсуле, наверное, был человек, да? В этой капсуле был человек в дыму, подвешенный, вот так вот. Это участник группы, да, был? Да, да, да. Наверное, у них хорошее впечатление от съемок в России остались после дыму. У них остались очень хорошие впечатления, на самом деле. А был какой-то референс? Чем ты вдохновлялась перед тем, как подойти к работе? Ну, естественно, у них изначально была какая-то канва общая на весь клип, в том числе какие-то стилевые референсы. Они нам их отправляли. Основная проблема была в том, что они сами, вся съемочная группа, приехали очень поздно. И у нас было супермало времени. Поэтому формат работы был такой, что, ребят, вы мне доверяете? Окей, тогда вот я беру ваши референсы и делаю в эти сроки что-то без каких-то суперсогласований. Правок каких-то миллионов? Вообще нет. Чем отличается корейский подход к съемкам от работы вот с нашими людьми? На самом деле очень сильно отличается. Основное, что нам больше всего понравилось, просто вот какое-то человеческое тепло. Они делают то, что хотят делать. Они делают тепло, и они сами трудятся, и они очень умеют ценить человеческий труд. У них очень высокий командный дух, у них нет разделения. Вот это не мой цех, это вот свет, это художка. Они все собираются, режиссер, генеральный продюсер, они все пойдут и начнут там расставлять. Эти свечи по полу, потому что они понимают, что у нас мало времени. Восточный инталитет, все делают одно дело. То особенного для себя, вот для себя как художник-постановщика, ты увидела в кей-поп клипах. В кей-поп клипах на зависть какая-то очень развитая фантазия у художников-постановщиков. Порой прямо даже смотришь и реально думаешь, что кажется что-то со мной, наверное, не так. Потому что они очень смелые. У меня есть отдельная папка просто на компьютере, чтобы вы понимали. Это кей-поп, и я иногда, когда у меня какой-то кризис творческий, я реально спацу кей-поповские клипы, делаю скриншоты. У меня было здесь много гостей, но, наверное, ты первый. Человек, который непосредственно притронулся к святом и к святым. Я очень рад, что у меня была возможность побеседовать и проинтервьюировать такого крутого эксперта, как ты. Спасибо тебе. Пожалуйста. Мы бомбически зафиналили выпуск. На этом все. Стоп, стоп, стоп. Вы думали, я забыл? Главное, что я вспомнил. В прошлом выпуске мы запустили конкурс на самое крутое название танца. И я выбрал победителя. Это... И этот суперкрутой подарок отправляется прямо к тебе. Ну а теперь точно все. С вами был Юра Пак. Это кей-поп-шоу на канале MTV Россия. Пока-пока. С вами был Юра Пак. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok